Добрый вечер. С Рождественским постом. Начал Космотелевидение. Диалог о православии. Мы в прямом эфире. Я традиционно приглашаю всех вас, пока есть такая возможность, вместе со мной задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви, настоятелю Николы Берликовского монастыря, игумену Елмени. Отец имени, добрый вечер. Добрый вечер. С постом вас. С постом. Да, по нашей уже доброй традиции предлагаю начать передачу со слов Спасителя. Сейчас чтение отрывка Евангелия, того отрывка, который будет читаться на воскресном богослужении. Ну, в храме он читается на церковнославянском. Мы сегодня с вами на русском, чтобы было понятно, разберем. Итак, это отрывок Евангелия от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24. Послушаем Евангелие. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, посла раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов, и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб твой донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Да, вот такая притча, наверное, очень хорошая, как раз про нас. Ну да, здесь мы видим как раз вот нашу жизнь, как и мы занимаемся своими делами, своими заботами, интересами, хобби кто-то занимается. И когда так или иначе Господь нас призывает по-хорошему, мы, как правило, отмахиваемся и говорим, ну да некогда, вот там сейчас вот чуть-чуть, там со следующего месяца, или там с пенсией, или там еще чего-то как-то. Вот тогда начну душой своей заниматься, а пока вот занимаюсь, ну как чем? Семьей, детьми, работой. Часто ведь люди говорят, не могу в храм прийти, вот все, работа, семья, работа, семья. Кто-то говорит, ну, знаете, вот такая ответственная у меня должность, и столько времени отнимает, что тоже, ну никак, вот не вырвайся. Это я постоянно слышу от многих людей, которым говорю, и это не обязательно какие-то богатые люди, это обычные там и врачи, и какие-то, может быть, преподаватели, работники какие-то там, или сельской, так сказать, местности, или какие-то фабрики, или очень много людей, с которыми приходится общаться, и, к сожалению, слышишь вот эти фразы, эту притчу из их уст, хотя это уже две тысячи лет этой притчи. Господь две тысячи лет назад предрек все то, что сейчас происходит. И происходило, и тысячу, и сто лет назад. То есть это в течение всей жизни человечества будет происходить до скончания века. К сожалению, мы настолько увлекаемся вот этой большой песочницей под названием «Наша жизнь, наш мир здешний», да, плоской, мирской, что из этой песочницы выходить не хочется, чтобы прийти к Богу. Вот мы там делаем пасочки, иногда боремся за них, иногда что-то такое увлеченно созидаем, как нам кажется, важное. А потом приходит дождь, ветер, все это рассыпается в прах, и ничего от нас не останется, к сожалению. Да, предлагаю детально нам разобрать всю притчу. Итак, начинается. «Он же сказал ему, с кем говорит Господь, какая предыстория?» Ну, да, он, это сам Господь, говорит. Одному из людей, находящихся в помещении, где Господь тогда пребывал, это был он в гостях у фарисеев, и это был званный такой вот пир, где Господь присутствовал. То есть его особо-то не принимали фарисеи, но тем не менее Господь приходил, да? Да, здесь Господь именно с ними встречался, и здесь он перед этим как раз исцелил одного из болящих, множество приходивших к нему болящих, но здесь вот в данной ситуации был больной водной болезнью, то есть водянкой. Вот он его исцелил, и там пошла речь о том, что надо ли это исцеление, там, так сказать, в субботний день делать, потом один из присутствующих сказал, «Блажен тот, кто войдет в царство Божие». Да, еще там же, да, разбиралось, то есть Господь заметил, что все стараются поближе на лучшие места сесть. Да, и это тоже было, конечно, ну, как всегда, ну, на хорошее место, поближе к хозяевам, поближе к центру стола. А Господь, заметив это, он также уточнил, что вот не надо самим себя куда-то выдвигать. Лучше все-таки, если сам хозяин того места, куда вас пригласили, сам хозяин вас усадит на какое-то почетное или более или менее почетное место, потому что иначе вы сядете на первое место, вас пересадят на последнее, и будет для вас это, так сказать, не совсем комфортно и повредит вашему имиджу, скажем так, сегодняшними словами. Стыдно будет человеку, да? Стыдно будет человеку. Ну, да, да, то есть вы будете себя чувствовать неловко, потому что, как бы, вас обличат в том, что вы претендуете на многое, хотя стоите всего лишь вот конца стола, да, не в начале, а в конце стола вас посадят. То есть это тоже такое обучение Господь проводил, в том числе и своих учеников, ну и всех, кто его слушал, что не надо тщеславиться, не надо идти по головам, оттеснять кого-то. То есть под этим столом, так называем, тоже наша жизнь, хотя это происходило в реальности, да, вот в помещении это были, так сказать, реальные люди, реальные события, реальный разговор об этом зашел, но Господь ничего случайного не говорит. Это также касается всей нашей жизни, то есть когда мы с помощью каких-то своих ухищрений занимаемся карьерным ростом, ну, это не всегда правильно, это нужно, так сказать, быть очень рассудительным и, ну, как минимум по головам не идти ради достижения какой-то карьерной, так сказать, цели. За это придется отвечать. Ну, да, лучше выбирать последние места. В любом случае, сама ситуация нас оценит, то есть если, о чем и говорит Господь, что если ты достоин первого места, а сел на последнее, то тебе еще больше почета будет, то есть сам хозяин придет к тебе, скажет, почему ты здесь сел, тебе вот надо в президиум, так сказать, вот, и это будет для тебя слава. И наоборот, если в президиум сядет человек недостойный, то ему выведут его, скажут, а твое место вот здесь, в конце стало. И это будет обличение этого человека, для него очень некомфортное. Вот то же самое и в жизни. Когда мы выставляем себя, так сказать, слегка не теми, кем мы являемся, все равно рано или поздно обличат нас в этом, и будет очень горько нам, потому что, ну, как мы будем, конечно же, оправдываться, что это незаслуженно, нас оскорбили, нас обидели, а мы вот такие хорошие. На самом деле, всему свое место сам Господь устрояет это, и здесь надо быть просто скромным человеком, не претендующим на многое. Да, и так происходит разговор, Господь говорит одному из находящихся, да, у начальника синагоги в доме, и вот он говорит, «Один человек сделал большой ужин, один человек безымянный, кто он в притче?» Один человек, ну, это Господь сделал, конечно, ужин, то есть везде во всем Священном Писании мы видим, что Господь, когда хочет показать свое расположение к людям, свое взаимоотношение с людьми, вот такое близкое отношение к ним, он всегда называет себя человеком. А для того, чтобы люди максимально могли понять устроение Божие, да, а если Господь хочет показать, наоборот, гнев, наказание Божие, тогда Он показывает Господу уже в каких-то других образах, или это какие-то, может быть, силы, или какие-то молнии, или еще что-то такое, это уже в каждой ситуации, может быть, где-то даже зверей Господь, или тигра, льва, медведя, барса, то есть много всяких таких моментов в Священном Писании указано. И это также подразумевает уже наказание Божие. Ну, здесь вот как раз расположение к людям, поэтому Господь называет себя человеком. Он пришел к человеку в человеческом обличье, как и было, собственно, при пришествии Спасителя. Один человек, то есть Господь, сделал большой ужин. Большой ужин здесь, ну, что такое ужин? Это конечная трапеза, да, вот день заканчивается, все собираются уже, может быть, для подведения каких-то итогов, и чтобы уже подготовиться к отходу, да, ко сну. Ну, вот здесь мы подразумеваем в этой притче то, что большим ужином является тот конечный час, когда этот мир закончится, когда день этого мира временного будет последним, да, страшный суд будет, когда Господь соберет всех на вот этот вот ужин в конце времен. А почему большой? Потому что это будет все человечество собрано. Это будет весь мир соберется пред Господом, и там, конечно же, и будут вот дальнейшие события рассматриваться, кто чем занимался, кто куда, чего. Поэтому звал многих, да? То есть это все человечество здесь подразумевается. Многие – это те, которые, да, которые все слышат голос Божий, многих Господь звал. Правда, не все, конечно, как в конце притчи названо, не все были избранными. То есть многие – это те, к которым обращено Слово Божие через Священное Писание, через пророков, через святых отцов, через события какие-то, исторические события, даже через природу Господь обращается ко многим людям, потому что всякий человек, который изучает природу, он видит премудрость Божию, заключённую в каждом творении, и взаимодействие между ними, между этими творениями – это тоже удивительно. Такие тонкие законы бытия этого мира. Это тоже Господь призывает к себе, к познанию Творца этих творений. И поэтому здесь можно сказать, что многие – это, в общем-то, все, но, правда, не все слышат этот призыв. Итак, Господь всё готовит и зовёт, подзывает к себе раба. Кто есть раб? Раб, ну, я, как уже сказал, через кого Господь призывает. Это, ну, прежде всего, ангелы, конечно. Конечно, это пророки ветхозаветные, это, ну, последние из пророков Иоанн Предтеча, после него уже были апостолы. Это, конечно же, те ученики апостолов, это святые угодники Божии, через которых мы и сейчас имеем множество поучений, множество призывов. Это и апостольский, то есть те же евангельский текст, через который тоже Господь нас призывает. То есть вот множество рабов Божиих приходит к каждому из нас в том или ином виде, теми или иными словами, теми или иными событиями. Может, просто через мысли, это когда ангел к нам обращается, да, и через мысли, добрые мысли, мы также призываемся к Господам. Это и есть рабы Божии. Да, и самый главный наш раб – это наш Господь Иисус Христос. Вот удивительно, да, здесь, если мы впрямую сначала общаемся, о смысле притчи, а если рассмотреть ее более широко, то, во-первых, я часто слышу от людей, что «а почему это я раб? Я не хочу быть рабом». Вот удивительно, но ты же раб-то не человеку, даже не ангел, а Божий раб. Тебя призывает Господь быть его служителем. И вот это возмущение, такое гордостное человеческое возмущение, я и вообще никаким рабом не буду никогда, отрицает это все. Но если задуматься, то ведь Господь ничего нам не дает такого в послушаниях, чего бы Он сам не исполнил. Если сам Бог, сотворивший Вселенную, облегся в человеческое естество, родился в какой-то пещерке вифлеемской, жил там иногда и в проголодь, и ходил пешком без всяких, так сказать, почестей, то есть Он жил по-рабски, вот по тем меркам того времени, это рабские условия жизни, у Него одна была одежда всего. И, конечно же, если сам Бог принял на себя такой вид раба, то, конечно же, и мы за Ним должны повторить это. Почему нет? То есть если Богу это угодно, и Он показывает собственным примером, как надо жить в этом мире, то я не понимаю, почему мы должны этому сопротивляться и по какой причине... Более того, мы всего лишь изделия. Да, и мы-то творение, Он творец, повторюсь, представляете, если Творец принял на себя свое тварное, так сказать, естество, на себя положил, человеческое естество, для Него это... Он не имеет границ, Бог ведь содержит Вселенную, то есть Он больше Вселенной, как Он вместился, как Он был ограничен вот этим человеческим естеством. То есть это то, что мы сейчас, допустим, вот я на себя принимаю такой признак раба, для нас это какой стесненность. Какая же стесненность была у Господа, когда Он принял раба человеческого, естество человеческое на себя. Величайшее смирение, величайшая премудрость и величайшая любовь к людям, потому что иначе как достучаться до запертых дверей сердец человеческих? Прийти к ним только в их обличье и разговаривать с ними на равных. Да, и если взять наш пример, мы когда делаем какую-то вещь, творим ее, чтобы она нам служила с определенной целью, то есть мы, получается, Господь нас сотворил тоже с целью, а мы вот не хотим подчиняться. Зачем нам, например, тот же компьютер, если мы его, например, сделали, и он нам не хочет служить? Зачем он тогда нам нужен? Ну да, мы применяем всякие там средства его исцеления, излечения, какие-то там антивирусы, какие-то программы там меняем, что-то скачиваем, что-то там перекачиваем, что-то там стираем, переформатируем. Но если компьютер продолжает упрямиться и не работать, мы его просто выбрасываем. И, собственно, мы, как компьютер является нашим творением, так и мы являемся творением Божиим. И, конечно же, в итоге всего вот этого нашего жизненного пути, если мы не изменимся, не переформатируемся, не исцелимся с помощью Божией, то есть дав Ему возможность нас изменить в лучшую сторону, то мы будем выброшены за пределы Царствия Божия, а это ад. И вот это в вечности наше пребывание будет уже во тьме кромешной. К сожалению, вот так мы своим упрямством на себя можем накликать огромную беду. Да, Господь есть любовь, как мы читаем, как мы знаем. И у любви есть такое свойство распространяться. И Господь нас как раз создал, чтобы и мы в ответ любили Господа. И Господь на нас обильно изливает свою благодать, свою любовь, а мы сопротивляемся. То есть мы сами считаем, что вот правильно вот так, не надо так, Господи. И вот мы знаем сами, как нам лучше. Ну, мы во многих случаях, не только в случае любви, но и в случае разумного поведения, в случае, так сказать, себя любия, то есть мы настолько часто превозносимся даже над Богом, что удивительно, насколько мы не понимаем своего неразумия. Ну, как можно говорить, я вот знаю, что вот нужно так, не как Господь, а вот как я хочу. То есть мы что, умнее Бога, что ли? Мало того, я вот сейчас вот пойду поперек этих событий, я постараюсь все это изменить и сделать по-своему. И человек трудится, и там борется, и тратит на это силы, иногда и жизнь всю эту тратит, на борьбу с Богом. Думая, что он умнее, что он сильнее Бога, что его сил хватит на борьбу с Богом, он безумие какое-то, да? Ну, как можно бороться с Богом? Это же невозможно, это, ну, бессмысленно и глупо. Вот эти наши качества внутренние, они происходят из гордости. Если мы свою гордыню не смиряем, если мы доверяем ей и начинаем, так сказать, по гордыне своей жить, то мы вот сами себя подвергаем такой опасности пойти против Божьей воли, в итоге выставляя себя глупцами. То есть мы тогда говорим, что мы больше любим то, что хотим изменить, чем Бог. Мы говорим, мы больше понимаем и разумеем, чем Бог. Мы имеем больше сил, чем Бог. Вот понимаете, какая безумие. Вскрывается вот в таком, казалось бы, ну, а что, я как хочу, так и буду жить. И эта сама фраза, она безумна, конечно. Да, кроме того, после падения все наши желания, большей частью, они как раз в другую сторону от Бога. Ну, мы люди немощные и слабые. И часто один раз, если у нас что-то не удается, вот я начал за что-то бороться. Без помощи Божьей, конечно, а сами по себе, по своему, так сказать, неразумие, сталкиваюсь с проблемами, впадаю в уныние, потом с горя начинаю, так сказать, роптать. И доходит там и до алкоголизма. А, все, жизнь не удалась, все не так, все не по-моему. Почему жизнь не удалась? Потому что не по-моему. А почему должно быть по-твоему? Ответь себе самому на этот вопрос. Ну, почему ты считаешь, что только твое мнение единственно правильное? Потому что я так хочу. Вот мы из этого исходя, мы сами себе закрываем врата в Царство Небесное. А если я... Простую вот мысль себе допущу. А если я не буду жить по-моему, а уже буду жить по-божьему? Может быть, лучше станет жить-то? Попробуйте хотя бы. Ну, вот отметите в стороночку свое самомнение, свое крикливый, горделивый разум и свое безумие, в смысле сил. Да, что я, как это, царь природы, я, собственно, изменю весь этот мир. Да что тут, как тут мы... Сейчас такие катаклизмы происходят, что сдувает просто там городами, сдувает там торнадо прошло там над Америкой, и города нет. Просто какое-то легкое завихрение атмосферы. Все. А там и погибших сразу, и вот как будто бомбардировка прошла по городу. А это всего лишь ветерок подул. То есть мы вот на примере этих событий, или та же эпидемия коронавируса, просто какой-то мелкий вирус какой-то, вот передается от человека к человеку, а сколько погибших. А мы даже с этим справиться не можем. У нас нет ни лекарств, ничего нет. Вакцины, ну да, может быть, а может и они не помогают. Много вакцинировались и болеют. Много не вакцинировались и так же болеют. То есть особой разницы какой-то не видно. То есть мы по человеческим своим меркам считаем себя решителями судеб, а все эти в руках Божьих зависит только от Бога. И вот если это не забывать, то тогда наша жизнь выстраивается в правильном русле, если мы с Богом все-таки идем. Если же без Бога идем, то, конечно же, вот я вижу уже на своей практике священнической столько жизней, поломанных из-за вот этой неправильной мысли, что я сам построю судьбу, что я сам сделаю, так сказать, город-сад или город-рай, да, как в советские времена говорилось. И все у нас получится, и будем жить идеально, и будет новое человечество, новый гомосоветикус, да, даже человека хотели изменить каким-то образом, в новый вид перевести его, да, вот это же безумие. Мы не можем у себя там цвет волос, цвет глаз изменить, а уж чего там говорить-то о более глубоких и внутренних таких сложных качествах души. Там тем более не можем ничего изменить. Поэтому все-таки давайте не забывать, что все в руках Божьих, и лучше с Богом идти по миру, тогда у вас действительно получится огромное количество сил, если Господь говорит, имеющие веру с горчичное зерно, гору может переставить. Вот мы-то как раз к этому и хотим, стремиться, да, только без Бога. Без Бога переставлять горы. Но без Бога не получится. А как жить по Божьей, как увидеть волю Божьей в своей жизни? Жить по Божьей воле очень просто. Надо просто взять и прочесть то, что Господь послал нам через своих рабов. То, о чем я говорил. То есть почитать пророков, евангелия, почитать апостолов, почитать святых, почитать трактовки, Евангелия, Библии. Там, в воле Божьей, изложено настолько разжевано все, просто, так сказать, по буковкам, по нотам расписано. Только бери, так сказать, пользуйся, исполняй и живи по воле Божьей. Все легко и просто. Никаких сложностей, никаких трудностей. Трудность только одна. Заставить себя исполнять вот то, что там написано. Вот эту инструкцию по эксплуатации этого мира, самих себя, взять, прочитать и исполнять. И все будет нормально. Ну, а какие-то вопросы у священников спрашивать? Ну, если действительно, если кто-то что-то не понимает, то есть священники, которые изучали этот вопрос даже не пять лет, как это у всех мирских людей, там, пятилетний курс образования институтского, священники, они не пять лет изучают, они больше изучают, они всю жизнь изучают это. Они каждый день читают Евангелие и Святых Отцов. И, конечно же, с каждым годом священник, он все более глубоко и емко понимает те вопросы бытия человеческой природы, которые нужно здесь исполнять. Вот у священника спросить, если что-то непонятно, он все ответит. Я думаю, все те вопросы, которые вы им будете задавать, он уже неоднократно на них отвечал. То есть это будет для него лишь повторение. Ну и по опыту своему, да, сколько уже таких случаев было до тебя? И к чему это приводило, может сказать? Я повторюсь, я на малом своем опыте вижу как положительное развитие судеб человеческих, так и отрицательное развитие судеб человеческих. Как человек, изменивший свою жизнь по воле Божией, сразу, так сказать, пошел в горку, то есть у него стабилизировалась жизнь, у него стал развиваться правильное отношение с людьми, с близкими, на работе, с самим собой. Так и наоборот, если человек идет против Бога, то он стал скатываться, то есть у него разрушаются семейные отношения, на работе отношения, и отношения к самим собой разрушаются. Как это ни странно звучит, мы становимся саморазрушителями, если не слушаемся воли Божьей. Итак, в притче один человек, Господь, послал раба сказать званым, идите, ибо уже все готово. Что означает фраза «все готово»? Фраза говорит о том, что я сделал все необходимое для того, чтобы вас принять в Царство Божие, для того, чтобы вы могли удобно для себя спасаться. Потому что мы знаем, что Господь Иисус Христос, Он про себя говорит в этой притче, пришел и распялся на кресте для того, чтобы нас спасти, дал нам свое тело и кровь для того, чтобы нам спастись, дал таинство церковное, создал церковь, научил своих учеников-апостолов, передал им все заповеди и знания о духовной жизни. То есть Он сделал все необходимое для нашего спасения. Поэтому все готово, Господь говорит, приходите ко мне, просто приходите, и вы будете со мной жить. Но начали все, как бы, сговорившись и извиняться. Ну, действительно, да, как я с этого начал. Многие считают себя верующими, православные. Но вот я крестился, все, я крещеный. Но это уже недостаточно. Крещение – это только рождение. Это все равно, что взять, ну, вот, да, родился младенчик в роддоме, и все, и забыть про него, но он и помрет через недельку от голода. То есть его надо кормить, его надо лечить, его надо девать, его надо воспитывать правильно. Множество надо для того, чтобы вложить в этого ребенка, чтобы он вырос, стал самодостаточным, и уже твердо стоял на ногах, и сам развивался, еще и сам, может быть, семью создал, или что-то там по монашескому пути пошел. Но вот пока он младенчик, ему нужно еще очень много всего давать, давать и давать. Так и в духовном. Да, нужно отметить, что даже рождение человека в мир, оно вообще ничего не значит. То есть именно сам момент таинства крещения это есть рождение человека. Потому что ведь сама жизнь по себе, она ничто. Все зависит от того, каким смыслом наполана жизнь человека. То есть если она с Богом, то она имеет смысл. Если нет, считай, человека вот не было. Ну, я бы сказал не так, что вот все-таки чуть-чуть тут подправлю. Если бы человек не родился, плотский, то и крестить некого. То есть все-таки рождение должно быть, как и в Евангелии мы знаем фразу, Господь говорит, беседе с негодимым человеку, необходимо, необходимо родиться дважды. Первый раз от матери по плоти, второй раз от воды и Духа Святого. То есть вот эти два рождения, они необходимы для человека. И если человек одно из этих рождений опускает, то есть крещение, он сам себя, так сказать, повергает в огромную пучину бед и несчастья. То есть у него и молиться нельзя в церкви? У него нет имени пред Богом. То есть ему имя дается во время крещения. То есть он не рожден. Как можно молиться за того, кто еще не родился? Его нету пред Богом. Он родился только по плоти. Ну, таким... Из земли взят, в землю отойдешь. В Библии сказано. А вот если он уже от Духа родится, это уже другое совсем. Дух, он... Духом рожденный, он к Духу и поднимается, к Богу. То есть подобное, оно к подобному и тянется. И вот в этом вся суть. Что если ты всего лишь земной, плотской, мирской, то ты сюда и вернешься, в эту землю. Если же ты духовный, небесный, то ты на небо поднимешься. А ангел-хранитель только у человека крещеного? Во время крещения? Ну, конечно же, да. Ангелы-хранители даются только тем людям, которые крещены. У некрещенных ангелов-хранителей нету. То есть они подвержены всем напастям, невзгодам и бесовским, конечно, в том числе. Конечно же, мы имеем огромное богатство, которое не ценим. Мы, я говорю о православных, да. Те, которые крещены, те, которые верующие, которые имеют церковь, таинство. Эти богатства невозможно купить ни за какие там деньги или какие-то богатства мира, плотские. Это величайшее богатство, которое открывает нам дорогу в мир без границ, в мир, где мы можем развиваться в течение вечности, из силы в силу возрастать, где мы имеем уже обители, приготовленные для нас. Господь говорит, вот придите, все уже уготовано для вас. Это говорится не только о том, что Он здесь, в этом мире, все уготовил. Он и там Господь подготовил. Небесные обители для нас тоже уготованы. Только мы должны прийти, потому что насильно никто нас туда втягивать не будет. Господь уважает свободу выбора, свободу воли, данную человеку от его рождения. Поэтому Он и призывает. Если бы Он сделал нас как роботы, Он просто нажал кнопочку какую-нибудь, и мы бы все пошли в одном направлении, в Царство Небесное. А так как мы не роботы, мы созданы по образу Божию подобия, мы имеем свободу воли, свободу выбора, поэтому Он только призывает, но не насильно вводит. Насильно мил не будешь. Да, есть такая поговорка, она очень православная. Что означает в Евангелии отклоняющиеся приглашение из-за земли, женить бы, порвалов? Ну, один сказал, что я землю купил, вот надо мне посмотреть. Человек, которому предлагается небо, он говорит, не, а я вот землю купил, мне небо не нужно. Я пойду землю смотреть, в которой, собственно, и будет закопан потом в могилу. Да, и земля, ну, если, так сказать, духовно рассматривать, то это, конечно же, чьевоугодие, это то, с чего человек собирает еду, товары для продажи и прочие, так сказать, прибыли мерзкие, плотские. Вот именно это, так сказать, отвлекло первого отказавшегося от неба. Я купил землю, пойду ее смотреть. Мне сейчас не до неба, не до Господа, не до Царства Небесного. Второй говорит, а я вот там пять валов, пойду, посмотрю, как они работают, как они хороши, там какая сила, какие, так сказать, у них показатели. Ну, это есть... Ну, мы сейчас машину, например, купили. Да, сейчас есть очень хорошие, там, если там пять валов, то сколько у нас там лошадиных сил в машине? Там 150, там 200, да, там 100 лошадиных сил. Мы 100 валов купили. Мне вот машиной надо заняться, да. Там кредит выплатить, там, или отремонтировать, или еще чего-то там. Это как бы самый простой вариант, да. Но если более сложно рассматривать, то что с помощью валов делается? Это производятся какие-то работы, какие-то изменения, там, земля возится, там, вспахивается тот же земельный участок, или стройматериалы возятся. То есть это работа творческая. То есть вот творческая работа, как ни странно, тоже может отвлекать от неба. Или пристрастие к богатству, да. То есть мы думали, где деньги достать. Или сребролюбие, или то, ради чего эти валы, собственно, куплены, чтобы он вложил, там, грубо говоря, пять рублей в этих пять валов, а хочет взять еще пять рублей. То есть какую-то свою маржу, свою выгоду иметь с этих валов. То есть это уже богатство земное, его предметение. Опять же, мы от чего размениваем его вместо царства небесного, вместо неба. То есть работы в этом мире нас отвлекают, о чем мы, собственно, начали беседу. Или вот женился, надо жене угодить. А третье – это женитьба, это, ну, там, не обязательно жене. Мол, некоторые женятся, чтобы себе угодить. Потому что любовь плотская, она такая потребительская любовь. То есть она мне нравится. Я себе игрушку купил, и она мне должна угождать. Ну, некоторые так рассуждают. Так вот прямолинейно, да, вот я купил себе машину, я приобрел себе жену, и вот, и участок земли я себе приобрел. И это все для меня любимого. Вот, понимаете, в один ряд ставится машина, земельный участок с домом и жена. Вот это все комплект, который должен меня, любимого, удовлетворить и создать мне комфортные условия жизни. То есть сластолюбие в этом смысле мы здесь видим в виде женитьбы. То есть человек любит усложнение этой жизнью, потому что мало людей женятся для того, чтобы родить детей. Мы сейчас видим, что вообще детей никто не хочет особенно рожать. В основном все как-то для них это происходит случайно. И только у тех, у кого проблемы с рождением ребенка, вот там они действительно хотят уже и молятся уже. А в основном большинство детей рождается случайно как-то. К сожалению, неосмысленно. Некоторые даже в подпитии зачинают своих детей. Вот здесь мы видим то же самое. То есть на сластолюбие, на чревоугодие, на какую-то плотскую похоть, человек разменивает царство, небесное небо. Это тоже грустно. А вот сегодня церковь празднует, наверное, уже праздновала, получается, в среду утром, зачатие праведную Анную, Пресвятой Богородице. То есть, получается, это родители по плоти, которые дали своей плоти Господу. То есть бабушка, получается, Анна. И Аким, и Анна, да. А вот церковь... Бабушка Христа, да. Они молились всю жизнь. Они уже в старости родили Пресвятую Богородицу, и они молились всю жизнь. И поэтому для них-то это как раз было осмысленное такое рождение ребёнка Пресвятой Богородицы. И вот насколько разнится осмысленное рождение детей и от неосмысленного. То есть, каков источник, такова и вода из него текущая. Вот здесь мы видим, что молитвенное рождение детей, оно и дети другого совсем свойства получаются, рождаются совсем с другими качествами души, духовными качествами. Здесь надо задуматься тем родителям, которые хотят иметь детей. Надо с молитвой это тоже делать. Вот это всё очень важно и необходимо учитывать. Леш, тем более не в посты. Да, во время постов ни в коем случае никаких зачатий ребёнка не должно быть, потому что ребёнок будет больным просто. Так как мы нарушаем заповедь Божию, Господь нарушает правильное течение нашего существования. То есть, чтобы не было у нас это сластолюбие, а всё-таки какой-то кнут нас одёргивал. Ну, как часто бывает, Господь наказывает через детей. Почему? Потому что рождаются не в то время, в которое они должны родиться. Это надо тоже учитывать. Да, ну и напомню на всякий случай, что сейчас тоже рождественский пост идёт до 7 января. Почему упоминаются в притче такие вроде невинные мотивы, отклонения, то есть, ну и труд, и семейная жизнь, которые Господом, в общем-то, они не возбраняются. Даже Господь заповедовал трудиться и семьи. Ну, даже Адам с Евой, они трудились в раю, да. Мы читаем об этом в Библии. То есть, в принципе, им Господь сказал, плодитесь и заселяйте землю. То есть, в принципе, в этом нет ничего плохого. Только в одном случае нет ничего плохого, если мы не забываем о Боге. Как только мы забываем о Боге, происходит то же самое, что произошло с Адамом и Евой. Они увлеклись, они стали, они согрешили, фактически стали исполнять свою волю в раю, и что мы потеряли рай. То же самое и здесь. Если мы забываемся в своих увлеченностях семьей, работой, какими-то покупками, и забываем о самом важном, о Боге, о небе, о Царстве Небесном, мы и это все теряем. У нас отнимается и то, чем мы увлечены. Рано или поздно Господь для нашего спасения делает так, что распадается семья, теряется работа, теряется здоровье. То есть, вот мы купили участок земли, а обработать его не можем, потому что уже здоровье не позволяет. А хотелось, знаете, для чего покупали? А я посажу сад, а я теплицу, а я там еще чего-то, то-то, то-то, там баню, дом, гараж, там все построю. Купил, половину чего-то там сделал, болезнь, и кому все это достается? Непонятно кому. То есть, вот это тоже надо учитывать. Без Бога не до порога. То есть, мы должны, ничего плохого нет в том, чтобы строить дом там или насаждать сад. Но если мы это делаем с волей Божией совместно, не забываем о Боге, тогда это идет в пользу нам. Если мы Бога забываем, а живем только для этого, тогда это все к разрушению. Нам, к сожалению, служат. Вот это грустно. Да, все начали, как бы, сговоривши, зверняться. Почему такое единодушие в противлении Богу? И большинство людей именно живет так, как мы сейчас говорим. Ну да, как-то вот, как, говорится, как сговорились вот они. Решили обидеть звавшего их. Но на самом деле это говорит только об одном, о том естестве человеческом, которое нам передано от Адама с Евой. То есть еще и те сговорились и пытались обмануть Бога в раю, чтобы съесть плоды из древа, которые нельзя было, так сказать, употреблять. Одно дерево Господь сказал. Вот с этого дерева не вкушайте. Вкусите с этого дерева, смертью умрете. Вот это непослушание, своеволие, о котором я и перед этим говорил, оно как раз и приводит и нас к одинаковым поступкам. Как ни странно, вот три человека здесь в притче приведены, и все три делают своеволие, не слушаются звавшего Бога, а говорят, нет, я не пойду, ну, так в качестве оправдания скажу, что вот тот и тот у меня. Это, понимаете, оправдания по отношению к Богу, они не работают. Никакими оправданиями мы не сможем спастись. Мы не сможем Богу объяснить, Господи, а я вот там что-то это, вот то-то, то-то, пятый, десятый, что-то плохо себя почувствовал, что-то как-то там и не смог, да, забыл, там что-то отвлекся. Но это все не пройдет. Это надо понимать. Поэтому старайтесь искать не оправданий, а старайтесь искать все-таки исполнение воли Божьей. И вот не вставайте в тот самый ряд, который мы сейчас в этой притче мы сейчас разбираем троих людей. Их не трое, их миллионы, если не миллиарды таких людей. И у каждого своя причина, своя какая-то отговорка, свое оправдание. – Те отказались, и Господь сказал, приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Кто в этом образе? – В этом образе являются те, которые не имеют в этом мире ничего. Нищие. У них нет ни участка земли, ни валов, ни машин, как сейчас, ни какой-то семьи. Они нищие, они одинокие, они хромые, они слепые. То есть они являются людьми как бы второго сорта, как мы сейчас говорим. А Господь их принимает к себе. Почему? А потому что у них нету надежды ни на богатство, ни на семью, ни на какие-то покупки, ни на какие-то связи на работе или еще чего-либо. Они надеются только на Бога, и поэтому к Богу приходят по первому зову. Господь их зовет, и они к Нему приходят. Именно вот такие обделенные люди, они ближе к Богу, как это ни странно. Ну, это мы говорим вот так, по-человечески, да, такие, в буквальном смысле, нищие, которые ничего не видят. А есть духовно-нравственные нищие, которые себя сами смиряют. Как всегда, да. Мы всегда говорили, что в Евангелии есть два смысла. Первый – очевидный, второй – духовный, более глубокий смысл. Александрийская и антиохийская школы интерпретации и объяснения священного писания. Так вот, здесь, если брать духовный смысл, то мы видим, что перекликаются две фразы. Блаженны нищие духом, ибо тех есть царство небесное. Нищие духом, и здесь нищие, явное сходство. Блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны изгнанные правдрать. То есть, это как раз о тех нищих и убогих, о которых здесь, в этой речи говорится. Они же присутствуют в заповедях блаженств. Нищие духом – это те, которые не имеют своей воли. Это не нищие, не имеющие в кармане денег. Это нищие, я не знаю, что правда, что ложь, я знаю, что лишь Господь это знает, поэтому я его слушаюсь. Вот это нищие, истинно духовные, смиренные, это те как раз люди, у которых есть Царство Небесное. Плачущие – это те, которые терпят, те, которые ради Господа переносят какие-то невзгоды, скорби, страдания, болезни, не ропщут, а все равно слушаются Господа. И так далее. Вот эти все девять заповедей блаженств можно здесь приложить для понимания этой притчи. И вы увидите, что здесь полная, так сказать, идентичность, полное сходство. По улицам, переулкам городов, идите дорогам, изгородям. Что символизирует места для приглашения? Ну, по улицам, дорогам городов, это понятно, что это те места, где живут люди богатые, да, по изгородям и дорогам уже не, ну, и переулкам, это вне городов, это те, которые являются не живущими в городах, но под словом город, я бы здесь назвал все-таки духовную смысловую нагрузку, то, что есть Израиль, духовный Израиль, то есть это та церковь Христова, которая является городом Бога Вышнего, которая и возносится на небо в горне Иерусалима. Соответственно, вот здесь, в земном Иерусалиме, в земном Божьем, так сказать, городе он позвал всех, но истинно верующих, но не все откликнулись. Тогда он позвал вне стен этого города тех, кто не является как бы истинно верующим в церковном, то есть это язычники. Господь был послан изначально к израильтянам. Конечно, да, мы читаем это в Евангелии дословно прямо его слова. Я послан к овцам дому Израилева. Вот это он самарянки говорит, то есть язычницы и прочим некоторым обращавшимся к нему за помощью неизраильтянам. То есть сначала он посылает своих рабов к истинно верующим. А мы все в основном к язычникам относимся? Теперь нет. Теперь мы истинно верующие. С момента крещения Руси теперь мы град Бога живого. И Третий Рим, да? И, соответственно, мы являемся теми, которым прежде всего посылает Господь своих рабов и которыми мы должны прежде всего первыми слушаться. но если мы не слушаемся, то тогда рабы Божьи идут к тем, кто вне церкви находится, к язычникам, и тех призывают, чтобы они крестились, чтобы они пришли. Это тоже... Изгородь, это символизирует, наверное, грех. Изгородь, да, конечно же, это та стена, которая нас отгораживает от Господа. Единственное, что у нас является преградой у нас между Богом и нами, это Господь. Это грех, и этот грех может убрать только Господь, поэтому он и посылает за изгородь, под изгородью живущих своих рабов, чтобы они призвали грешников к покаянию и к спасению. Да, осталась у нас полтора минуты, последняя такая фраза, грозная, да, Господь сказал, что грозный приговор много, многие суть званые, мало же избранные. Мы об этом как раз вначале говорили, что он всех зовет, весь мир зовет, но из этого мира не все придут, и многие, к сожалению, пойдут в ад, и это очень грустно, это надо для себя уяснить и все-таки попасть в ту группу званых и избранных, а не неизбранных. Вот это надо для себя уяснить. Да, и вот хотел уже напоследок у вас объявление сделать, будет соборование. Хочется, да, всех еще раз с постом поздравить и у нас сказать, что у нас в монастыре в это воскресенье будет соборование, все желающие пособороваться могут прийти после службы, литургии, будем соборовать, приходить, помоги всем Господи. Да, благодарим вас, отец Еминь, что вы к нам приехали, помощь вам Божия. Спасибо, Господи. На сегодня все. До свидания. До свидания.